Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Помогай мне, пожалуйста. Так, и еще одну. Вот, все в сборе. Давайте здороваться с телезрителями. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Меня зовут Света, и сегодня я в компании Андрея и Вероники. Давайте присядем, и я вам и нашим маленьким телезрителям расскажу, где вы сегодня оказались. Итак, ребята, вы оказались в стране безопасности. Это удивительное место. Оно единственное на Земле. И здесь с вами ничего плохого случиться просто не может. Мы с вами на протяжении 4 дней будем учиться правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. И при этом постараемся эти правила объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный. Это конкурс, а поэтому в конце нашей игры мы определим победителя, который получит главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Итак, ребята, время нашего первого конкурса. Конкурс несложный. Разминка. Вы скажите мне, загадки любите отгадывать? Да. Хорошо, этим мы сейчас и займемся. Дам вам маленькую подсказку. Отгадки на мои загадки – это животные, люди, которые вам хорошо знакомы. И главная их задача – это обеспечивать вашу безопасность. Так, подсказку я вам дала. Поэтому давайте-ка начинать. Каждый правильный ответ будет стоить фишку. Если вы справитесь с этим заданием быстрее соперника, то получите дополнительно еще одну фишку. И суть такова. Я читаю загадку, а отгадку вы ищите на стенде. Твой, Вероничка, вот этот, а твой, Андрей, тот. Каждый к своему направляется за отгадкой. И делаем все на скорость. Хорошо? Кто быстрее? Итак, готовы начинать? Тогда слушаем внимательно первую загадку. Маленькая собачка, свернувшись, лежит. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. Побежали. Что это за отгадка? Ищем и быстро мне на скорость приносим. Не смотрим на свою доску, смотрим, Андрей. Что это за собачка, которая не лает, не кусает, а в дом не пускает? На скорость, Андрюш, на скорость, молодец. Так, о, Вероничка, решила, что это собачка, которая не лает, не пускает, регулировщик, да? Ну, ошиблась ты, Андрюша оказался здесь прав. Андрюш, о чем речь идет в этой загадке? Он что, замок? Да, замочек, который не лает, не пускает, а в дом не пускает. Хорошо, Андрей. Вероник, ты назад прикрепи рисунок, может быть, он тебе еще пригодится, а ты, Андрюш, присаживайся. Итак, ты справился быстрее, Вероничке, и справился правильно, поэтому две фишки получаешь ты за правильный ответ и за скорость. Вероничка, а ты впредь будь более внимательной, договорились? Вторая загадка. Без меня, мои друзья, в дом попасть никак нельзя. Я железной ногой отопру замок дверной. Побежали. Отпереть замок чем можно дверной? Ну, это, наверное. На скорость, Андрей, на скорость. Тебе повезло, что ты пришел быстрее. О, вместе. Вероники, ну, нужно это делать быстрее, на скорость. Хорошо, ребята, правильно вы ответили, что это? Ключ. Ключиком мы открываем замочек. Отлично, Вероник, за правильный ответ тебе фишку. А Андрюша снова две, за правильный ответ и за скорость. Держи, клади в коробочку. Итак, следующая загадка. Третья. Папа у меня, герой, ходит в форме с кобурой. Посреди ночного мрака где-то кража или драка? Сразу вы 102 звоните. Папу моего зовите. Побежали. Кем это папа у мальчика работает? Ага. Ага, правильно, ребята. Кто это у нас? Милиционер. Правильно, милиционер, присаживайтесь. Молодцы. Вероничка справилась правильно, справилась быстрее, поэтому первую фишку за скорость в этом конкурсе ты свою получаешь. И ты, Андрей, за правильный ответ. Молодец. Внимательно слушали. И последняя загадка. Заворчал живой замок. Лег у двери поперек. Две медали на груди. Лучше в дом не заходи. Побежали. Побежали. Что это за... Молодцы. Ответили правильно. И ответили одновременно. Ребят, кто это у нас? Собака. Конечно, собачка. Поэтому каждый из вас... Знаете, очень быстро вы среагировали в этой загадке, поэтому я за скорость дам каждому из вас. И в итоге по две фишечки. Андрей, твои две. Держи. И две для Веронички. Молодцы, детишки. Что ж, первый конкурс завершен. Давайте-ка мы с вами подведем итог. Сколько фишек вы заработали в первом конкурсе? Считайте. Но считайте внимательно. Три, четыре, пять, пять, шесть, семь. Вот, Веронички. Пять у Андрея семь. Хорошо. Практически равный счет. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо справились с моим первым заданием. Хочу вам сказать, что к нам в страну безопасности приходят люди самых разных профессий. в качестве экспертов. Это и милиционеры, и пожарные, и доктора. Но вы знаете, их объединяет одно. Это оказание помощи в экстремальных ситуациях людям. Это при болезни, при пожаре, при всяких разных неприятностях. И как раз таки сейчас я хочу вас познакомить с одним таким очень интересным человеком. Он работает в милиции. Зовут его дядя Виталий. Он уже готов ко встрече с нами. Внимание на экран ваше. Ребята, здравствуйте. 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 Вы уже достаточно взрослые, и вам наверняка приходилось оставаться дома одним. Это действительно самое безопасное место на Земле. Особенно, если соблюдать простые правила. Ведь бывают случаи, когда в дверь квартиры стучат незнакомые люди. Что делать в таких ситуациях? Итак, запоминайте. Нужно посмотреть в глазок и спросить, кто стучится в дверь, с какой целью. Это даст знать злоумышленникам, что в квартире кто-то есть. И в случае необходимости сможет позвать на помощь. Позвони взрослым или в милицию. Теперь рассмотрим несколько вариантов развития событий. Вариант первый. Вас просят помочь. Открывать дверь не стоит. Лучше предложите вызвать человеку милицию, пожарных или медицинских работников. Вариант второй. Если незнакомец представляется милиционером или сотрудником другой службы, нужно сказать, что до прихода взрослых дверь вы открывать не можете, так как она закрыта на несколько замков. Помните, преступники могут притворяться, и понять через глазок, действительно ли человек является милиционером, невозможно. И еще несколько правил. Всегда закрывайте дверь в квартиру, даже если нужно выйти на минутку. Ребята, а на сегодня это все. Я желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению. Но у меня для вас есть еще одно контрольное испытание. Итак, у каждого из вас на стенде есть по 4 картинки. Я сейчас вам раздам еще 5 с номерами телефонов экстренных служб. Вам необходимо будет картинки вот с этими номерами, карточки, разместить у картинок, подходящих для этой ситуации. Ясно? У картинки с подходящей ситуацией. Это задание на скорость, ребята. Андрей, задание на скорость, сообразительность и на знание. Каждый правильный ответ стоит фишку. Если вы справитесь быстрее соперника, то дополнительно получите еще 2 фишки. Все вам понятно? Ребят, все понятно, Андрей? Да. Тогда начали. На скорость побежали и размещайте карточки с номерами экстренных служб у нужных картинок. Если вы справитесь, скажите, я справился или я справилась. Не забывайте, что это задание на скорость. Нужно постараться сделать как можно быстрее. У меня одна карточка еще осталась. А ты вот подумай, куда я ищу. В одну службу можно позвонить по номерам, по двум номерам телефонов. Ты подумай, куда. Это к верхней карточке у тебя относятся? Да. Ты уже справился, да? Да. Хорошо. Сейчас подождем уже Вероничку. 102. Это номер телефона куда, Вероник? В полицию. В милицию, в милицию. Ну вот смотри, мальчишки дерутся. Это какой случай? Я думаю, что да, как раз таки в милицию. Еще одна последняя карточка, куда мы ее определим? 112. Куда можно позвонить по номеру 112? Туда же, куда и можно позвонить по номеру 101. То есть пожарную службу. Ну-ка, прикрепи-ка. Так, все, справились. Присядь. Вероника, сейчас мы разберемся с Андрюшиной, как он справился с задачей. Итак, здесь у нас, Андрей, какая ситуация изображена? Пожар. Пожар. Правильно, ты определил карточки 101 и 112. Это номера телефонов, по которым можно позвонить в МЧС. Здесь, видно, у мальчика ушиб, может быть, головой ушибся. Здесь звонить нужно в скорую помощь по номеру 103. Андрюш, а здесь что происходит у нас? Посмотри-ка, мальчишки. Что мальчики дерутся. Дерутся, да. В какую службу мы звоним? В такой ситуации. В милицию. В милицию по номеру 102, ты правильно знаешь, молодец. А здесь что, какая ситуация экстренная? Что они, ну, налили воду в кастрюлю, ну, и на плиту налили. Случился пожар из-за неправильного обращения с газовой плитой, да? И звонить нужно, конечно же, в газовую службу по номеру 104. Андрюш, ты справился очень хорошо с заданием. Абсолютно верно. Ты справился быстрее, поэтому ты мало того, что получишь две фишки за скорость, но еще и пять фишек за правильные свои ответы. Итого семь фишек. Так, теперь смотрим, как справилась с нашим заданием Вероника. Итак, здесь у нас, Вероничка, что? Газ. Проблемы на кухне. Звоним по номеру 104, правильно. Это газовая служба. А здесь что случилось? Расскажи нам. Пожар. Пожар. Сушили белье над газовой плитой, что категорически делать запрещено. И в этих случаях, в этом случае, мы звоним по номерам телефона в МЧС. Это 101 и 112. Молодец, правильно. А здесь мальчишки что затеяли? Драку. Драку затеяли. Поэтому кого на них нужно вызвать? Полицию. Только не полицию, а милицию. Милицию. Правильно, по номеру 102. И здесь плохо мальчику, да, видно? Угу. И поэтому мы вынуждены вызвать скорую помощь, да? По номеру? 103. 103. Молодец. Так, Вероника, ты тоже справилась на отлично с этим заданием. Все картинки распределены верно. Поэтому ты получаешь 5 фишек. Присаживайся. И сейчас вы эти самые фишки получите от меня. Андрей, поворачивайся к нам. У тебя 7 фишек. Здесь у тебя 5. Держи. Быстренько. И еще 2. Держи. И Вероничке 5. 4. Кладу сама. И 1. Так, теперь давайте считать. В первом конкурсном дне с небольшим отрывом у нас выиграл Андрей. У него 14 фишек и немножечко меньше у Веронички 10 фишек. Итак, ребята, мы с вами встречаемся завтра в нашей стране безопасности. А на сегодня все. Прощаемся. До встречи, ребята. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»